Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня у меня в гостях наш переводчик, который помогает нам переводить DSM 5, дорогие друзья. Зовут нашего дорогого гостя Акура Монг. И сейчас Монг поведает о себе, расскажет о знаниях английского языка, а также о тонкостях, которые нужно знать при чтении DSM, чтобы не допускать ошибок, потому что те видео, которые, к сожалению, вы мне скидываете, я нахожу в них очень много ошибок, отсылок на DSM. Монг начинает переводить, не читать этого DSM. Мы пытаемся найти те моменты, которые другие ютуберы наснимали, а их нет. То есть фейк, полный фейл такой. Поэтому, Монг, давай, расскажи мне, расскажи сначала, кем ты трудишься, кем ты работаешь, кто ты так? Ну, во-первых, как ты уже сказал, меня зовут Монг через Г, а не К, потому что я не Монг, я Монг. И я сейчас, самый главный, я сейчас студент, но в космический университет, в саморский университет. Но, кроме того, я предводчиком из русского языка на английского языка и из английского языка на русского языка. И я тоже редактор, я редактирую, я редактирую стации, научные стации для профессора из Китая, из Украины, из многих стран. И тоже я поэт, очень интересная вещь я помню. И в следующий выпуск ты нам что-нибудь расскажешь об этом, да? Может, так будет, будет интересно. Зависит от денег. Так, вы можете скинуться Монгу, короче, и мы увидим его творчество, там, ящик какой-нибудь пришли свой, чтобы тебе кидать денег. В общем, в чём суть? Расскажи ещё нам о том, да, Монг у нас из Нигерии, к нам приехал. Расскажи, пожалуйста, как случилось, что в Нигерии вообще появился английский? Ну, то есть, многие думают, что там какой-то должен быть свой язык. Да, смешно, что Нигерия в Африке, да? И мы говорим по английскому языку. Но там раньше мы были из-за колонизации Британии, Великой Британии, и из-за влияния деятельности Британии в Нигерии мы стали носителем языка, английского языка. И сейчас я насытел английского языка, настоящий носитель английского языка. И даже я был отличником в школе по английскому языку. И из-за творчества моей, и поэтии и других творчественных вещей, я стал более крепким в владении английского языка. Нигерия, вы видите, какой у меня профессиональный переводчик. В общем, в чём суть? Сейчас мы вам расскажем о таких, можно сказать, назвать это как багах, да? Как баг, если, ну, как ошибка, ну, в английском, да, в переводе. Баг – это же ошибка? Нет. Мистик. Как мистик. Мистик. Эррор. Ты меня запутал. Я не понимаю его. Зачем я с ним общаюсь? Ну, можно сказать, мистик или эррор? Нет, как компьютер, баг. Баг – это тоже другое вещь. Другое вещь? Видите, вот так вот. Короче, надо учить английский только с Монгом. Я его перестал учить и уже набрался каких-то непонятных словечек неправильных. Окей. Ну, в общем, суть в том, что я хотел попросить Монга рассказать нам о таких проблемных словах, которые можно толковать двояко, да, особенно в DSM. Мы начали уже с Монгом со словом мануал, да, оказывается, с самого названия DSM можно трактовать по-разному. То есть, ну, вообще, Монг, вот вообще расскажи, многие, кто не сталкивался с языками для меня, это время было открытием, да, что слова, они не дословно же все переводятся, то есть есть какие-то контексты. Да. При переводе в английского языка есть некоторые нюансы, которые надо рассматривать по ним. И вот есть, например, слова мануал. А если ты не носитель английского языка, ты будешь так переводить, как руководство. А что такое руководство, что-то, что-то, чего. И, но из-за того, что я носитель английского языка, и я знаю, что, и я хороший владеющий русского языка, значит, что, если я вижу слова мануал, я знаю, что методичка есть, понятно. И это не будет руководством, то есть прямым руководством к действию, да, 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 а будет как методичка в действии, какой-то в действии, и какой-то дитература, да. То есть, понимаете, да, есть же разница между методическим пособием и прямым, прямой инструкцией к руководству к действию. Да. Ну вот. И чтобы получить более контекстный перевод, надо насытить язык, и человек, который... Надо насытить английского языка прямо, и человек, который более-менее понимает русского языка, который хорошо владеет, русского языка. И если в случае, где у нас человек, который не знает английского языка, но русский язык знает, это не так не будет получиться, это будет, как я сказал, как я сказал, руководство, не будет там прямо кошмар. Ну, я понял. Ну, то есть, контекст примерно ясен в этом плане. То есть, скажи, пожалуйста, еще какие-то, может быть, слова ты бы выделил. В общем, есть еще одно очень классное, интересное слово, вы его постоянно слышали, если вы учились на психолога, если вы медиком. Слово деменция. 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 Да, ну, на русский лад как деменция. И да, есть там варианты со слабоумием перевода этого, соответственно, есть как низкий простый интеллект можно трактовать, а Монг сейчас вам расскажет, как еще можно, оказывается, понимать это. Да, и вспомни, что я же сказал, что если надо контекстный перевод, нам требуется человек, который владеет, хорошо владеет русского языка и насытый английского языка в общем, в одном человеке. И есть, как ты сказал, слово деменция, деменция по-английски. Чтобы грамотно переводить, это будет без... нет, слабоумие. Слабоумие, да? И если вы используете в углубередворчик, это будет увлечение. Что такое увлечение? Хобби. 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 Это вообще... А может быть, как хобби, слабоумие и отвага. Но если используете слова увлечения, прямо заметите, что это не грамотно, потому что это должно быть увлечение. Увлечение даже другое. Это как страсть. по-русски. Но если ты приходишь и на диагноз и скажешь, и скажешь, у вас клиент, да, у вас увлечение, или у вас хобби, он будет как? Че-че-че-че? И вот. Из-за того, нам надо человека, который очень хорошо владеет русского языка и прямо насытый английского языка, чтобы правильно проводить ДСМ. И есть еще слова дисода. Дисода. Прямо проводить будет как беспорядки. И если ты приходишь в клиент и скажешь, тебе беспорядка личности, он будет, да, что такое беспорядка, что такое беспорядка, личность. Но там правильно контекстный перевод должно быть расстройство. 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 личности. Ну, это вот как раз ДСМ. Дисода. Мануал, получается. Дисода. ДСМ будет как Дисода и будет методичка расстройства личности. Личности. Окей, окей. Дорогие друзья, в общем-то, я думаю, что мы еще не раз позовем Монго и он может быть мы сделаем даже как урок такой... Ну, приходите ко мне, я... Приходите, кстати, Монго, он преподает английский язык. Я внизу поставлю вам ссылку на Монго, на аккаунты и, соответственно, вы можете обратиться к нему, он вам поможет что-то перевести, может быть, там тоже какие-то профессиональные тексты уникальные. А как бонус, бонус, такой бонус, бонус, как скидка. Окей, да, я в скидка сейчас. И есть слова «Зе». Справник? Да. «Зе». «Зе». «Заэт». Каждый русский, они всегда, всегда звучат слова «Зе» как «Зе». и если ты «Заэт». «Зе» как вообще это ерунда, это кошмар, правильно. Я сейчас учусь, научусь, как правильно звучит. «Зе». Вот. «Зе», а не «Зе». «Зе» — это кошмар. Надо «Зе». «Зе» — «Зеэт». Это не «Заэт». Помните конец фильма «Ктом и Джерри»? Всех учили читать «Зеэт». «Зеэт». Мне было вообще... Я не верил Монгу. Я стал перепроверять. Мы с подругой сели перепроверять, гуглили. В общем, реально так. Просто не слышно. Если вы включите на воспроизведение, я реально Монгу тебя проверял, честно скажу. Катю ты ее помнишь, да? Она «Джеррлфлэрнфрэнд». Да, да, да. И она Они за-энд. Что такое за-энд? Вы вспомните? Это the. The end. Всё. Не за. The. Да, он напишет уже. И есть очень интересная информация. В русском языке нет слова the вообще прямого привода. Но по-английски нам называются слова the в общем, а не article. Но есть нюансы слова article. Article это как, например, the, the, the boy. The, the boy. And orange. Прямо просто что-то, которое надо добавить перед какого-то слова, существительные слова. И слова article есть два смысла, два значения. И article это, как я здесь сказал, что-то, которое добавить перед словами, чтобы будет более понимать. И есть ещё article как статья. Понимаешь? А если человек не знает разницу между article D, A, N и article статья, это будет как путаница. Да. И надо человеку, который очень владеет английского языка, чтобы знать разницу между ними. В общем, можно как вояка расценить. Да, и вояка. Да. Ну, это как, если у нас D-бой, как article, это не то же самое, как article статья, научная статья, научная статья. Это они разные вещи. А если научная статья, то это просто как выучить? Как article тоже по-английски. И надо знать, как я уже сказал, надо знать прямо разницу между ними, что есть разница. А если ты встречаешь слова article, допустим, мы имеем два, в английском языке. Мы имеем три, в английском языке. И я предупредил, что у нас три, в английском языке. Но если вы учите еще, премьер, мы имеем три articles в журнале. Это же другой article. Так, и в чем, какой будет контекст? Вот контекст. У нас три статья в журнале. Так. Вот есть разница, да? И это различает от, у нас три article по английскому языку. Понятно? Но проблема в том, что у нас нет смысла article в русском языке. Вообще нет слова article. И очень сложно поэтому привести вам конкретный пример. Но просто, чтобы образовать функции article A, D и N. Просто вспомнить, что A, D, N это как? Мы используем вместо это. Это Сережа. Да, Сережа. Или это медик. Этот медик, правильно? Этот медик. Да. Да. Вот. Этот медик. Этот, вот. Принесите мне этот телефон. Это будет как bring me the phone. Понятно? Понятно. Но это просто ближайшие приводы. Они точно приводы. Ну, то есть, вот мне, допустим, до сих пор требуется, хотя, ну, Монг там достаточно плотно одно время со мной занимался, но мне до сих пор требуется даже при работе с Монгом уточнять какой-то контекст. Я уже не говорю о том, что я там сам не берусь переводить, да, никакие тексты. Вот. И речь о том, что, конечно, люди, которые носители русского языка, они не учитывают это, как правило, в своих статьях и переводах. И это великая проблема, потому что мы сталкиваемся с тем, что когда еще и вы, люди, которые не знают психологию, психиатрию, начинаете изучать неправильно переведенный материал, вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Я почему понимаю, ну, то есть, контекст даже неправильно переведенного материала, потому что я в институте учил аналог русского МКБ, оно похоже, и я просто по аналогии понимаю. Но для человека, у которого нет этой аналогии, нет этого источника, ему просто непонятно, о чем идет речь, и могут возникать глобальные недопонимания, в том числе о нарцистическом расстройстве. Кстати, о маниакальных фазах, обратите внимание, очень важный контекст будет, в которых нет этого контекста про маниакальные фазы в других источниках. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, и ставьте лайк в описании. Будьте спокойны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok